Можно ли быть вместе 60 лет и оставаться нежными и влюбленными? Семья Демьяненко собственным примером доказала, что это возможно. И 60 лет счастливой супружеской жизни не предел. Василий Федорович и Антонина Михайловна знают друг друга с детства. Юноша и Василий был очень дружен с братом будущей супруги. Я ее видел девочкой маленькой. Она мне понравилась, как девочка. Шустрая была, худенькая, красивая. Училась семью? Ну, потом я с братом дружил и настолько привык, что все время там, в Львове. А жили по соседству? Судьба разлучила их. Семья Тони уехала из Белореченска в Волгоград, а семья Василия в Ростов. Она училась в Пятигорском техникуме, он в военном училище в Ленинграде. Но дружба продолжалась 8 лет, а потом превратилась в любовь. Перед защитой диплома Василий Федорович поехал в Волгоград свататься. Решили все быстро. Сами вдвоем, без всяких свидетелей, без всего. Маме сказали, мама, мы пошли в ЗАГС. У этой пары было две свадьбы. Регистрация бракосочетания в ЗАГСе и еще одну свадьбу устроили родители жениха на Кубани. А потом служба супруга занесла семью на север. Маленький остров в Холодном Белом море и городок Северодвинск стали домом для молодой кубанской семьи, в которой уже ждали прибавления. Супруги вспоминают первую ночь в Северодвинске. Мы легли спать на кровать, на эту, на полуторную. Я никак не могу заснуть, а муж лежит, вот так вот вертится, вертится. Думаю, что же он вертится. Смотрю, у него вдоль бога черная полоса, клопы. Клопы. Это достопримечательность запомнилось. Постелили на полу простынь, легли на простынь на этой, на полу. Короче говоря, до утра мы дожили кое-как. Потом пошел он в эту воинскую часть, взял оттуда побелки, щетки, кисть и все. Мы стали все это замазывать, белить. Нам посоветовали, какой раствор положить в белило в это, чтобы не было этих животных. Бытовых трудностей в те времена было немало. Антонина Михайловна вспоминает, муж уходил на службу, когда дочь еще спала, а возвращался, когда уже спала. Но все проблемы супруги решали сообща. В молодости все, тем более, когда в семье порядок, в семье любовь, взаимопонимание, все решается просто. Они сегодня все делают вместе. Готовят и занимаются домашними делами. Дочь Татьяна говорит, это потому, что они не могут долго находиться друг без друга. Мама на кухне, папа обязательно на кухне. С детства. Я помню, в воскресенье, был тогда один выходной, в воскресенье, мы всегда были все вместе на кухне мыли, пили пельмени или вареники. Я никогда это время не забуду. Хохот стоял. Мы чего только там, да, всей семьей. И сюрпризы эти пельмени закладывали. Да, да, да. А кухонька малюсенькая была, я ее помню. В половину меньше, наверное, чем сейчас. А когда родители живут в любви, то и дети растут окруженные заботой, лаской и счастьем. Такой любви нет сейчас просто. У них любовь, на самом деле. С самого, вот сколько я себя помню. Я счастливый человек. У меня живы оба родители, я дочечка. И я всегда воспитывалась в любви, в примере отношений. От папы ни одного бранного слова за всю свою жизнь не слышала. Ни одного. Папа, он очень любит нас всех. Очень добрый. И очень добрый, да. Очень мягкий, добрый. А мама, она очень целеустремленная. Она всегда доходила до конца, принимала решения, она выполняла как бы... Ну, это в зависимости от работы. Папа, да, он очень был занят, ну, как бы работой, он служил все-таки. На маме держалось, можно сказать, все. Мамина любовь, конечно, не передать словами. А мама есть мама. Мама есть мама. Но папа, он со мной задачи решал. Он меня на коньках учил кататься, когда у него выпадало свободное время. Он зимой брал меня и мою сестренку. Я на лыжах вместе с ним, а сестренка на саночках. И мы шли кататься, чтобы дать мамочке отдохнуть. Мы выбивали ковры на снегу. Вы знаете, как это было интересно с папой. Я никогда не забуду, как это было. Это что-то чудесное. Расстирался ковер, засыпался снегом, и я там вот так кувыркалась. Это было что-то. С рождения второй дочери Василий Федорович оставил службу на корабле. И у него появилось больше времени на любимую семью. Выйдя на пенсию, супруги вернулись на родную Кубань. Здесь похоронены родители. Здесь живет старшая дочь и внуки. Подрастают правнуки. Все праздники большая семья проводит вместе. Не хватает только младшей дочери с детьми и мужем. Они живут в Америке, но обязательно приедут на юбилей свадьбы. Быть вместе в торжественные дни – семейная традиция. Рассуждая о том, почему сегодня многие пары не могут сохранить любовь, которая так горяча в первые годы, супруги Демьяненко говорят, что все дело в гордыне и нетерпимости. Счастливая чета поделилась с нами мудростью своей семейной жизни. Уважать друг друга, уступать друг другу. Самое главное – уступать друг другу. Вот что-то не… Один сказал одно, другой – другое. Не понял друг другу. Лучше остановитесь. Не выясняйте отношения. Остановитесь. Оставьте это на потом. Потом это все заладится и разрешится мирно, спокойно. Спустя 60 лет совместной жизни Антонина Михайловна и Василий Федорович не перестают гордиться друг другом. Если бы у моих детей, у моих детей, были бы такие мужья, как мой супруг, я была бы счастлива. Я всегда говорю, ты у меня самый лучший. Да? Да. Ты у меня самый лучший. Я всегда говорю, радость моя. Всегда уверен и верю, и верю, и буду верить. Екатерина Лукьянова, Сергей Чернецов. События и люди. Продолжение следует...